Расскажи, что вообще знаешь о них? Так, ну это вообще самое простое. Это Кайо, это Всераша, это Атаки, вес килограмм пятьдесят, наверное. Колеса тут круглые. Карбюратор тут, кстати, есть. Свет, кстати, тоже есть. Че еще надо? В комплекте часы идут, смотри. Друзья, а почему они 12 ночи показывают? От обычного школьника до крутого байкера. Начнем, что такое бюджетки, для кого они предназначены. Едем катать. Ну пи***ь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет. Если ты не понимаешь, что тут происходит, то сейчас объясню. Я простой школьник, который не разбирается в пидбайках и вообще не участвует ни в каких этих тусовках. Сегодня у меня появилась одна очень классная возможность вступить в команду пидбайкленда и за короткий срок стать профессионалом в этой теме. И если у меня сегодня все получится, то вы будете иметь прекрасную возможность наблюдать за процессом становления от обычного школьника до крутого байкера. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте. У меня была давно мечта вступить к вам в команду в пидбайкленд. Поэтому я выучил все про всю технику, я знаю все. Поэтому давайте мне какие-нибудь вот эти вот ваши внутренние тесты, экзамены, я все сделаю. Братан, я тебе, конечно, поверить могу, но на самом деле доказательства нужны. Антох, проверь, пожалуйста, парня. Вот, здорово. Антоха. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В общем, перед тобой самый бюджетный сегмент пидбайков. Расскажи, что вообще знаешь о них? Так, ну это вообще самое простое. Это кайо, это еще одно кайо, это все Раша, то есть вся Россия. Это Атаки, это Вэлс, вес килограмм 50, наверное. Колеса тут круглые, как передняя, так и задняя. Карбюратор тут, кстати, есть. Свет, кстати, тоже есть. Ну что еще надо? Пружины работают все. В комплекте часы идут, смотри. 0-0, 0-0. Подожди, а почему они 12 ночи показывают? Сень, подожди. Во-первых, это счетчик моточасов. Сейчас я тебе все объясню об этих битах. В общем, смотри, начнем. Что такое бюджетки, для кого они предназначены и за сколько сейчас можно купить вообще пид? Если 2-3 года назад бюджетные пиды имели много косяков, то сейчас уже все эти косяки исправлены, поправлено, что-то добавлено. И за свои деньги можно купить отличный пидбайк по соотношению цена-качество. И стереотип о том, что бюджетные пидбайки для бедных уже давно разрушены. В первую очередь бюджетные пидбайки предназначены для начинающих райдеров, кто только хочет окунуться в мир пидбайков, кто хочет гонять на даче, где эта техника будет выполнять свои функции с головой. Здесь представлены самые бюджетные пидбайки, которые у нас есть. Это Кайо, БСЕ, Атаки и Вэлс РТ. И сейчас я кратко расскажу о каждом из этих пидов. И начнем мы с Вэлс РТ-125. Начнем с цены. Это наш самый бюджетный пидбайк, который представлен в наших салонах. Стоит он 69 900 рублей. Кстати, это цена до 2020 года еще, но у меня есть инфа, что они тоже скоро подорожают. В общем, что мы видим? Конструктивно крепкая рама с пресс-элементами, стальная, все хорошо прокрашено. Также двигатель 153 с карбюратором Кейхен. Кстати, двигатель с электростартером уже в стоке. Все крутится, все заводится. Также что здесь? Фара светодиодная, колеса от Аполла, тормозная система от Аполла, двухпышневые суппорта как сзади, так и спереди. В общем, много про него рассказывать не буду. У нас уже был обзор, в подсказке будет видос. Обязательно смотрите. Также у нас в салонах есть модель помощнее, Велсер Т-140 в таких двух цветах. Чем они отличаются от 125-ки? Во-первых, наличием более мощного двигателя UX-140, наличием прогрессии на 125-ке ее нет. Здесь уже позаботились о ней. Здесь уже установлено со стока ручки Неломайки, переднего тормоза, сцепление. Также здесь в стоке уже стоит масляный радиатор для лучшего охлаждения мотора. Разница между 125-м моделью и 140-м, 13,5 тысяч рублей, что вполне оправданно. За счет наличия деталей, которые я до этого уже перечислил. Ну и что касаемо посадки. Сень, сядь на 125-ку, потом на 140-ку и скажи вообще свои впечатления. Есть ли различия? Ну вообще 125-ка это вызывает мне какое-то доверие на самом деле, потому что на ней удобно сидеть и как будто бы я уже владею этим мотоциклом очень много лет. Я прямо привык к нему сразу. Ну вот смотри, а сядь теперь на 140-ку, где уже прогрессия. Вообще 140-ка, мне казалось, что она более какая-то жесткая. Подвеска пожестнее, да, даже. Мне кажется, это из-за прогрессии, которую ты уже называл. Ну и плюс там амор сзади регулируется. Да. Но в принципе и на этом тоже очень комфортно, но все-таки, если выбирать прямо как сидеть, то я бы выиграл 125-ку. Ну и по итогу, что мы имеем за 83 300 рублей? Отличный пидбайк для начинающих эндуристов, потому что здесь и все. Тяговитый двигатель 140 кубов, прогрессия. Что еще нужно для начинающих райдеров? Дальше у нас идет Атаки Стар 140 за 79 990. Что мы имеем за эту цену? Стальная рама, двигатель 1P56FMG объемом 140 кубов, 13 л.с. Карбюратор здесь уже Mikuni VM22, всеми известный, самый надежный, простой в настройке. Масляный радиатор уже идет в токе. Стальная защита картера. Лапка КПП складная, стальная. Кикстартер здесь старого типа. Странно, что еще вообще такие ставят, уже давно все приходят на новые. Рычаг заднего тормоза со сменным наконечником. Да, в общем-то, здесь все по-простому. 22-й стальной руль с перемычкой, длинноходная ручка газа, ручки не ломайки, кнопочка влагостойкая, стоп-двигатель. Вот единственное, что здесь неудобно. Так это ключ зажигания. Расположен очень даже неудобно. В перчатках вы закрепетесь туда лазить. Траверсы здесь стальные, цельнолитые. Вилка марки Taurus Shox, если честно, такую не знаю. Но здесь уже есть болтик для стравливания избыточного давления. По тормозной системе. Спереди установлен двухпорышневой суппорт, сзади однопорышневой. Это самый распространенный тип суппортов на питбайках, на которые вы всегда найдете колодки. Также видим, что здесь уже предусмотрена защита тормозного диска. Что уже приятное дополнение для бюджетки. Что здесь из минуса сразу бросается в глаза? Так это расположение воздушного фильтра. Все, у кого воздушный фильтр так торчит, не обязательно у владельцев атаки. На многих питах я такой видел. Ставьте фильтр изогнутого типа и проворачивайте его во внутреннюю часть, чтобы он был спрятан под раму. И когда вы будете гонять в сапогах или мотоботах, вы не будете его задевать. И он не будет рваться. Сень, заходи, садись на атаки и скажи вообще свои ощущения. И что больше понравится, атаки или вэлс. Ну, как я понял, на атаке такие обычные самые амортизаторы без настроек. Но... Да, здесь ничего нет. Я понимаю, для новичков это будет, наоборот, плюсом. Потому что не надо ничего крутить. Ничего нельзя сломать, в принципе. Вот. Опять же, посадка тут удобная. На мой рост 182. Я чувствую себя очень уверенно. Я думаю, и в стоечке тоже можно. Будет нормально поездить. Вот. Если сравнивать с велосем, то так особо различий сказать не смогу. Вот. Это, конечно, нужно катать. Но тут удобной сидушкой. В принципе, я не чувствую дискомфорта здесь никакого. Кстати, да, сидушка тут уже спротиво... с ребрами для противоскольжения. Кстати, Сеня верно подметил. Регулируемая подвеска здесь вообще не нужна. Потому что бюджетка, еще раз повторюсь, она предназначена для новичков. Вряд ли они будут заморачиваться с настройками. Узнавать, как все это настраивается. Да и, в принципе, для неспешной езды по лесу регулируемая подвеска вовсе не нужна. Что скажу по внешке? Яркий дизайн графики. Оранжевая крышка, оранжевые шланчики, грипсы. Все мелочи блестят. Единственное, вот сиденье, я бы не сказал, что хорошего качества. Потому что неплотный материал. И со временем, скорее всего, будет рваться. Ну и по итогу. Мы имеем настоящую бюджетку с небольшими косяками. Но это, простите, на все-таки байк 2020 года. Только появился на рынке. Но эти косяки никак не влияют ни на скорость, ни на проходимость. Но надеемся, что их учтут и исправят. Ну а теперь переходим к самому любимому битбайку для новичков. Это BSA MX125. Почему любимому? Да потому что красота в простоте. Ведь здесь ничего лишнего. Здесь все просто. Все надежно. Фара головного света светодиодная. Надежный, тяговитый двигатель UX125. Мощностью 11 лошадиных сил. Карбюратор Meconi VM22. Кстати, с 2020 года начали ставить фильтр-боксы, когда в 2019 году стояли нулевики. Рама здесь стальная, конструктивно крепкая. Да и многие начинающие гонщики за основу битбайка при постройке берут эту раму. Вилка здесь без регулировок. Есть болтик для стравливания избыточного давления. Траверсы литые. Стойки также литые. Руль 22-й с перемычкой, но не съемный. Ручка газа. Короткоходка. Установлены ручки на ломайке. Но в большинстве случаев при хорошем падении они ломаются в этом месте. Поэтому стоит потом купить более качественные ручки по типу СВ-шек. Амортизатор здесь без дополнительных регулировок. Присутствует только регулировка преднатяга пружины. Маятник стальной. Цепь. Всем любимая. Цыганская. Волотая. КМС. Звезда. Классическая. На 41 зуб. Тормозная система тут тоже самая классическая. Однопоршневой суппорт сзади. Двухпоршневой спереди. С подбором колодок никогда не будет проблем. Они всегда есть в наличии везде. Гидролиния армированная. Рычаг заднего тормоза стальной со съемным наконечником. Кикстартер нового типа. Экран на глушителе. Приведен так, что когда будешь ехать на питбайке, не будешь задевать глушитель. Сделано все очень хорошо, грамотно. Единственное, здесь установлен пластиковый, самый дешевый колпак свечной. Желательно со временем поменять на силиконовый, так как пластиковый быстро выйдет из строя. Колеса здесь 17-14 на алюминиевых ободах со злой резиной белоксин. Садись на БСР и расскажи свое мнение о фасадке. Так, внимание. Значит, я когда к нему подходил, сейчас сел и убедился, что у него очень узкий бачок. И конкретно мне абсолютно это не комфортно. Мне кажется, что я не смогу так, с такими узкими ногами ездить. Вот. И, соответственно, это вот единственное. По самой подвеске он тоже жесткий, как был Велс РТ-шка на 140 кубов. Вот. А так, в принципе, все идентично. Мне еще тут нравится, как руль расположен по отношению к рукам. Это пока самое комфортное из всех, на чем я сегодня сидел. Это прямо такой самый оптимальный конкретно для меня. Так, ну что, мое мнение, что мы по итогу получаем, в принципе, народный хороший битбайк, который просто в обслуживании, интересно, выглядит красиво. И, в принципе, он совсем не стыдный конкретно для меня. Ну, сегодня смотрят уже в теме, так что давай, делай обзор на Кайо Бэйси 125. Расскажи, что-нибудь о нем. Итак, мы дошли до обзора битбайков Кайо. Эти битбайки уже большое количество лет занимают уверенное место в рынке бюджетных битов и любимые абсолютно всеми райдерами. Вокруг них уже обросло куча легенд. Так в итоге ломаются они, не ломаются, качественные или плохие. И даю гарантию 100%, что если у вас на даче есть какая-то питбайкерская тусовка, то там по-любому есть каевод. По дизайну, в принципе, он всегда был красивым. Какие-то яркие оранжевые детали, крашеная в оранжевой рама, цветные спицы. И это, в принципе, очень сильно привлекает. И делает его сильно выделяющимся даже по сравнению с базовым БСЕ. Резина YoungSync, но, в отличие от конкурентов, она имеет достаточно большую шашку. И это, в принципе, будет намного больше приносить какого-то веселья на покатушках. Глушитель стоит уже расширенный, что будет давать вам громкий звук. Поэтому, если хотите погазовать, поорать, то милости просим. Рычаг кикстартера старого типа. Ну, мне это абсолютно не нравится здесь, потому что при таком броском хорошем дизайне он как-то не очень здесь смотрится вообще. Все также по классике. Ключ зажигания, фара головного света. В общем, абсолютно полный набор того, что нужно для повседневного катания на питбайке. И чем он, самое главное, привлекателен? То, что он выглядит максимально просто. Большинство поломок тут, в прямом смысле, можно починить на коленке с помощью просто отвертки и ключа. И поэтому, может быть, он и пользуется такой популярностью, что будь ты каким-нибудь школьником, который сам приходит за питбайком, или родителем этого школьника, ты видишь, что это максимально простая штука, которую ты просто заводишь, просто едешь и просто кайфуешь. По классике двигатель UX-125, карбюратор Nibi PE-19. Но меня тут крайне смущает этот воздушный фильтр. Он очень странной формы. Я таких до этого не видел, но посмотрим, как он будет вести себя. Ну, я думаю, что он справится со всеми своими задачами. Стальная лапка переключения передач, складная, а также защита картера двигателя. Это очень нужная штука, которая однажды спасет ваш двигатель точно. По классике двухпоршневой суппорт спереди и однопоршневой сзади. Даже в разборке пита ощущается удобство, потому что просто, смотрите, пластик ввинчен. Шуруп, раз шуруп, три шуруп, два шуруп, все. Ты снимаешь пластик за две минуты, и у тебя доступ абсолютно ко всем элементам твоего питбайка. Задний амортизатор тоже без регулировок, но имеет функцию преднатяга пружины. Передняя вилка тут тоже без регулировок, самая простая. Ее хода достаточно на повседневные покатушки. Так, по посадке. Мне очень нравится посадка Каю, потому что она как будто бы ты сидишь на диване, ты едешь, тебя ничего не волнует, не парит. Ну, в общем, она интересная, и сколько я как бы на питбайках сидел, только на этом она какая-то такая с обратной небольшой отдачей. Вот, но если она будет для вас слишком мягкой, опять же, преднатяг заднего амортизатора поможет увеличить его жесткость или, наоборот, мягкость. Вот, руль находится удобно для рук, по-моему, росту, в принципе, прекрасно подходит. И, в общем, ну, это такое ощущение, как будто бы вот ты можешь сразу завестись и сразу поехать. То есть тебе не нужно к нему привыкать, что-то делать, ты просто завелся и сразу едешь. Все. Вначале забыл упомянуть, что это Каю Бэйсик 125 кубов с ценником в 79 990 рублей. Из Каю у нас представлен Бэйсик как раз, который имеет более бедное оснащение, чем Каю Классик 125 кубов тоже, но его ценник 94 990 рублей. И сейчас мы попробуем разобраться, за что мы будем платить большую сумму. Коробка тут полуавтомат, что прекрасно подойдет для девочек. Алюминиевая красная крышка бензобака. В отличие от Бэйсика, Классик имеет алюминиевые колеса 17-14 с крутой достаточно резиной Кенда. И, к тому же, стальные колеса, как известно, больше будут держать какие-то удары, какие-то нагрузки. И тут меньше шанс, что они могут погнуться и каким-либо образом деформироваться. Тут уже поставлен новый кикстартер, нового типа, который выглядит намного лучше. И, к тому же, на лапке заднего тормоза стоит такая съемная синяя яркая педалька. То есть это уже выглядит намного интереснее. Карбюратор тут также не BPE19, но имеет не простой воздушный фильтр, а фильтр-бокс. А это, как известно, намного сильно упрощает жизнь как райдеру, так и самому карбюратору. Удобный доступ к ключу. Фара головного света светодиодная, светит достаточно ярко. Что у нас по переднему тормозу? Тут есть специальный, он не откидной, есть специальные вырезы. Я слышал, что эти разрезы сделаны для того, чтобы, если ваш мотоцикл упал, чтобы отломалась только эта часть ручки. И, соответственно, это все осталось у вас живое и, не дай бог, не повредило машинку тормоза. Краткоходная ручка газа. И, естественно, максимально красивое оформление, чтобы, когда вы жали, как говорится, тапку в пол, вы видели свое превосходство. Да. Очень удачное расположение моточасов, чтобы не лезть под какие-то там моторы, что-то где-то смотреть. Ты всегда едешь и можешь наслаждаться этим видом. Плюсы полуавтомата в том, что ты всегда едешь на расслабольный. Ты не переживаешь за то, что ты можешь заглохнуть и все такое. Но при этом ты теряешь чуть-чуть в мощности, потому что все-таки сцепление можно и бросить, и как-то разгазовать. Тут такая история не пройдет. Но, опять же, тут мы топим больше за комфорт в этой коробке. Так, по посадке. Мне всегда приятно садиться на Каю, потому что он всегда ждет тебя. Всегда рад, что ты на него садишься. И, ну, тут, в принципе, я не вижу разницы с бейсиком. Тут все то же самое. Вот, опять же, по преднатягам амортизатора все точно так же. Можно сделать жестче, мягче. Итак, какие в итоге отличия мы имеем Каю Классик от Каю Бэйсик? Тут алюминиевые колеса, алюминиевый руль. Также коробка полуавтомат и фильтрбокс. Вот и все различия между Бэйсиком и Классиком. Существенна ли эта разница в 15 тысяч рублей, решать только вам. Синя, я смотрю, ты по полной уже вылился, сделал классный обзор на Каюхе. Да, слушай, спасибо. Кстати говоря, я видел у вас там Аполлик стоит около входа. Можно я, пожалуйста, на него еще обзор сделаю? Погнали. Погнали. Сегодня, когда я зашел в магазин, я сразу увидел на телевизорах над стойкой видосы с гонок зарубежных. И там очень часто мелькал питбайк Аполло. При этом, смотря на эту толстую раму, на этот крутой дизайн и, в принципе, хорошее оформление, ты удивляешься, почему ценник у него всего лишь 71 990 рублей. Реально массивная крутая рама. Тут даже стоит какой-то защитный специальный корт. Вот, но единственное расположение здесь ключа зажигания, оно вроде как безобидное, но если вдруг будет какая-то грязь забиваться и прочее, не знаю, как оно будет себя вести, поэтому у меня здесь есть вопросы. Классический мотор UX 125, карбюратор Mikuni VM22. Имеет самый простой фильтр нулевик с достаточно выгодным расположением. Сразу обращаем внимание на то, что сидушка здесь максимально удобно снимается и дает вам возможность добраться до компонентов внутренних вашего мотоцикла. Графика а-ля Kawasaki, какой-то, да, что-то такое болотно-зеленое, яркое. Она, конечно, смотрится безумно круто, и тебе безумно сразу хочется посидеть на нем, посмотреть на него, пощупать и вообще все, что угодно. Есть версия с электростартером, она стоит на 4000 дороже. Это уже Франция, то есть это более другой уровень подхода к технике. И к тому же, естественно, как я уже говорил, крутой дизайн, который точно будет выделять хозяина этого питбайка из толпы. И, конечно же, уже возможность выезжать на гонку. По итогу, на данный момент мы имеем модельный ряд бюджетных питбайков, который подойдет для каждого. Держи. Ну, в теории, я смотрю, ты разобрался. Переходим к практике. Едем катать. Ну, пи***ь. Друзья, вопрос на созыпку экспертом. Смотрите, у нас есть два движка UX-125, здесь и здесь. Но здесь на ГБЦ клапанная крышка под головку, и здесь клапанная крышка по два болта. Пишите в комментарии, в чем разница. Друзья, всем привет. Напоминаю вам, что у нас подошли к концу наши итоги розыгрыша. Я сейчас вещаю из дома для вас, потому что немножечко приболел, но это ни в коем случае не помешает нам выбрать победителей, объявить их и торжественно поздравить и вручить им обещанные призы. Первым победителем у нас становится Магомед Зауров, потому что он написал самый, в принципе, большой комментарий, и мысли, которые он отразил в нем, действительно очень объективные и правильные. Вторым победителем у нас становится Бут Мир, который написал достаточно короткий, но очень емкий комментарий, в котором очень правильно объяснил все свои мысли по нововведениям для этого мотоцикла. Третьим нашим победителем становится Хеллбой, который отнесся креативно к вопросу комментария и сделал достаточно смешной и интересный обзор на все предыдущие комментарии, и также добавил каких-то своих неземных, но очень прикольных мыслей. Я думаю, все согласны с результатами, что мы их оценили объективно. Спасибо ребятам, которые выиграли, да и вообще все, которые участвовали, за то, что вы проявили инициативу, за то, что вы решили подумать, что бы там можно было изменить. На самом деле это круто. Поэтому победители, свяжитесь с магазином PitBikeLand любым доступным образом, благо это можно сделать самыми разными способами. Вы можете позвонить, написать нам, и мы обязательно вручим вам призы. Все, всем спасибо, и смотрите наш новый выпуск на канале. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!